Всем привет! Это моё заключительное видео по Чёрному перегору из серии «Малоизвестная Франция». Это уже моя третья поездка туда, и Чёрный перегор является моим любимым. Это рисунок животного. Именно во вторую поездку мы охватили больше всего достопримечательностей, а здесь мы уже смогли расслабиться. Перегор – исторический и культурный регион на юго-западе Франции, известный в своей кухне, мертвым климатом и богатым историческим наследием. Перегоров четыре есть зелёный, белый, чёрный и пурпурный. Чёрный перегор находится на юго-востоке. Чем хороша Франция? Тем, что различные регионы очень отличаются от друг друга. Попал, допустим, в Грибан или перегор, вы попадаете как в совсем другую страну. С различными достопримечательностями, исторической эпохой и, конечно же, своей неповторимой кухней. Абри-патахи. В Лизызи. Чем интересны французы? Тем, что они могут из ничего сделать туристическое место и продавать в него билеты. Здесь идут раскопки. Чем понравилась мне ещё последняя поездка? Это тем, что мы остановились в резиденции. Там до четырёх дней у меня ушёл как отель. А вы даже снимаешь неделю и больше. Это, считайте, квартира с лёгой. Но в резиденции. Всё, о чём сейчас я рассказываю, можно увидеть в предыдущих моих видео. Чем я не собираю отель в Франции? Тем, что утром надо покидать отель очень рано. В прошлую поездку сюда мы сняли два номера в отеле на неделю. Даже с ним были вставать довольно-таки рано, дабы освободить свои оба номера для уборки. Естественно, что мы знакомились не только с достопримечательностями этого региона, но и вечером пили еле изысканную французскую кухню, а утром вставать нам не хотелось. А уборщица, она ждала всё время именно нас последними. Пещера Гран-Троп с естественными эксцентрическими сталактитами и сталагнитами. Сталактиты и сталагнит похожи на кораллы или на астры и называются эксцентрическими. А это ухо свиньи, так как было названо. Также в перегоре находится знаменитая пещера Лоско. Один из важнейших палеолитических памятников. По количеству и качеству сохранности наскальных изображений. Здесь вход в настоящую пещеру. По-моему, уже есть даже Лоско-3. Я была в Лоско-2. Это копия, точная копия пещеры Лоско. Ещё множество различных пещер с чёрно-белыми рисунками, которые также можно увидеть в перегоре. Очень много памятников осталось от первобытного доисторического периода. Также огромное количество имеется вокруг различных замков, которые принадлежат к эпохе средних веков. Для любителей спорта спуск на Байдаках и Каной, реке Визер и Дордон. Визер более интересная река. Вы видели одно фото. Чуть раньше она как бы притекает между скал. Для детей и для взрослых, естественно, в округе имеется большое количество парков, флоры и фауны этого региона. Также вас ждёт изысканная французская кухня этого региона. И очень много солнечных дней в году. Ну вот и всё. Пока-пока. Продолжение следует...